привет друзья на связи рина пинтонидо ваш риэлтор во флориде сегодня мы с вами отправляемся на просмотр в сингл фэмили хаус 4 спальни два с половиной санузла который расположен на моей ферме это пригород тампе брендентон дом 1998 года вот я вам сейчас его показываю от входа какая красивая была дверь интересное очень зеркало где-то я вам его уже показывала вот это большая достаточно living area в ней карпит карпит в хорошем состоянии большие светлые окна угловой участок я покажу вам его на фотографиях гараж на две машины и видите здесь постирочная рядом и вот так вот выглядит гараж здесь его хорошо видно и без света он чистый дома готов к сдачи сейчас мы с вами пройдем на кухню вот видите вот такая кухня она здесь а здесь полуостров с этой стороны рабочая стена с печкой и холодильником вот дальше на пентри такая маленькая кладовочка большое окно возле этого окна можно поставить такой сервировочный небольшой столик для завтрака такая зона завтрака как всегда и конечно вот каунтер столешница здесь она такая слабоватая как она делалась 20 лет назад из тех же материалов там дсп вот видите вокруг приличное соседство такие же cookie cutter дома такого же уровня года постройки эйчуэй фи здесь 160 долларов за полгода это тоже очень получается 30 долларов с небольшим в месяц это очень маленький эйчуэй и мы сейчас с вами проходим вот это может быть то точно так же как зона great room или family room и она может быть совмещена с динар эреи я вам сказала что это четыре спальни вот мы здесь видим половинку санузла гостевой санузел тоже очень удобно и рядом с ним это это вот кладовка и спальня четвертая спальня будем идти вот в обратном порядке то есть это считается как мастер сьют эта комната либо гостевой гостевая спальня либо эта комната вот для свекрови вот рядом находится туалет и вот эта половинка санузла она тоже считается как бы гостевая потому что очень рядом находится вот зоны где могут быть гости и удобно ходить прийти сюда вот это я выхожу вы видите там у нас скриннин эре я вам покажу ее поближе а сейчас мы с вами идем это у нас две спаленки видите налево и направо и между ними полный санузел спальни я не могу сказать что они маленькие или большие они вот такого стандартного размера я вам покажу на листинге мы с вами еще пройдемся по их полностью размером всех комнат а вот вполне они нормальные на полу лежит карпит и косметический ремонт вот как бы покрашена было то есть люди это не сильно запачкали стандартный санузел в нормальном жилом состоянии я не могу сказать что вау нет состояние нормальное жилое и вот и вторая спальня точно так же она небольшая не маленькая стандартная спальня и мы здесь с вами проходим это называется как бы сплит план то есть спальни находятся основные на одной стороне а на другой стороне находится мастер bedroom и вот вы видите что небольшой но он очень интересно небольшой за экранированный задний дворик и там забор пластиковые квадратный небольшой квадратный двор всего здесь по моему около 8 соток потому что участок угловой вот мастер bedroom достаточно такая просторная здесь можно поставить кровать посередине прикроватные тумбочки здесь могут быть сейчас я покажу вам нее с той стороны потому что солнце отсвечивает и плохо виден размер и вы видите что здесь можно поставить еще комод вот рядом с дверью и когда мы проходим вы видите санузел впереди и слева и справа у нас находится его и ее клозеты то есть его клозет поменьше вы видите вот я специально показываю чтобы видно было то есть только стоит а ее клозет в окон клазе то есть мы женщин всегда больше вещей чтобы можно было зайти вовнутрь большой на хорошо сделанный санузел видите здесь пластиковая раковина ванная отдельно отдельно душевая кабинка и вот в уголке находится унитаз все совершенно стандартно здесь ничего нет там лакшери но в то же самое время это не убитая это чистое это белое и вот когда меня спрашивали относительно того дома покажите нам давай которые стоят ниже рынка вот здесь я могу совершенно спокойно а вам сказать что вот это как раз мы с вами идем по этому дому гуляем который стоит ниже рынка здесь вы видите мне кажется что все таки это не ламинат а именно плитка такая продолговатая коричневого цвета под дерево вот основные показатели характеристики дома я вам покажу на листинге куда мы сейчас с вами перейдем но то что этот дом может это четыре спальни два с половиной санузла и в этом районе он реально будет стоить порядка двести сорок двести тридцать пять тысяч долларов настоящее время этот дом на рынке торгуется двести двенадцать тысяч а почему это происходит мы с вами уже посмотрим на листинг ну вот теперь давайте продолжим смотреть этот же дом уже на листинге вот он стоит на листинге 4 спальни два с половиной санузла он был поставлен на листинг 14 мая в настоящее время цена его двести двенадцать тысяч долларов дом девяносто восьмого года вот он на рынке двести пять дней я вам объясню почему мы дойдем с вами до этого 2000 square feet total area мне кажется здесь больше потому что не может быть гараж отапливаемой территории это первое то есть гараж здесь явно не учтен очень важно прочитать что написано в описании то есть обратно на маркет и причем здесь может быть финансирование именно финансирование собственника говорится о том что ламинатные полы там вот где я говорила что может быть это плитка такая под дерево нет это оказывается ламинат family dining area и значит тут 18 минут от всего на свете но давайте с вами смотреть таксы на этот дом были три семьсот сорок пять флот зон икс то есть флот зона не затапливаемается участок 7 7 тысяч восемьсот сорок четыре а скор фита это 0,18 акра это ну где-то порядка семь с половиной соток земли но явно вам по фотографиям покажу вот давайте пройдемся по фотографиям вот он этот дом как он выглядит со стороны вот эти двери вот мы с вами я начинала видео именно с этих дверей из вот этого вот окошечка над дверями видите плиткой все выложено достаточно красиво и дом угловой участок видите большая большая часть участка которая за которую мы выплатите налоги в данном случае она находится с угла и вот эта дорожка и вот за дорожкой то есть все до дороги что находится это относится к этому дому и хотя на самом деле видите это открытая территория и вот закрыт только вот небольшой вот задний двор который есть вот так смотрится это первая комната это на ливенере то что мы с вами смотрели карпет да вот тут вот теперь мы смотрим с вами кухню все так как мы с вами видели так она и находится так она и есть на самом деле вы видите вот как она сделана здесь это кухня и вот на что хочу обратить внимание то есть стиралка сушилка здесь есть хотя сейчас очень часто их снимают вот это аэрия дина рфм и лерия с ламинатными полами мы с вами ее видим и задний двор вот фотография заднего двора на половинку санузла и на четвертую спальню как раз хорошо дом от фотографирован вот у нас уже идут спальни я принципе не по ней не знаю какие вот это будет у нас четвертая спальня это половина санузла вот это полный санузел все как соответствует действительности это мастер bad bathroom мы с вами видим мастер ванна душевая кабина унитаз все мы с вами видим вообще считается по правилам real estate унитаз не должен фотографироваться открытым он должен фотографироваться всегда с закрытой крышкой вот он двор как выглядит задний двор квадратный но он небольшой за счет того что все остальное вот как бы весь размер участка располагается сбоку и спереди задние видите задний screen порч он с двух сторон закрывается это получается прямо как дополнительная комната может быть можно поставить сюда стекла вместо сетки и у вас будет дополнительная комната типа офиса какого-то где запросто по нашей флоридской погоде запросто можно жить в течение года и стиралка сушилка что вот это такое понятия не имею потому что это никак не относится к этому дому это какая-то вообще левая фотография не забор этого дома не забор это не гейт комьюнити то есть это это не закрытая комьюнити и мы с вами давайте продолжим по размерам пройдемся значит здесь есть смотрим центральное кондиционирование здесь есть городская канализация и вода городская и комнаты мастер бедрум 13 на 16 к сквер фит спальни 11 на 12 и 4 спальня 10 на 12 вот как я и говорила то есть это не 10 на 10 спаленки это они достаточно стандартные great room 14 на 20 kitchen 13 на 15 то есть достаточно большая и просторная просторное помещение просторные комнаты мне нравится дома такого типа потому что они достаточно понятно и удобно сделаны значит а архитектурный стал стая стиль контемпорари и комьюнити информация по комьюнити вот то что я вам говорила 163 доллара полугодовое никаких ограничений там по возрасту это не комьюнити 55 плюс но самая интересная информация по этому дому она сохранена вот здесь вот в риэлторских ремарках вот риэлторской ремарке написано что этот дом имела синг-холл активити в октябре 2010 года и был отремонтирован и сейчас у него нет проблем и все инженерные и страховые репорты сделаны и дают возможность что этот этот синг-холл дают вероятность больше не повторится то есть вероятно вот где-то на вот этом участке рядом с этим домом была синг-холл промоина которую они устранили но поскольку это флорида и все дико боятся этих синг-холлов в будущем цена на этот дом давайте мы с вами посмотрим вот пожалуйста как история цены на этот дом они начинали продавать его с цены 238 500 то есть это была цена дома условно скажем без синг-хола и этот дом сейчас 7 месяцев стоит на рынке и его цена снизилась до 212 тысяч и они до сих пор не могут его продать при том что а синг-холл был 10 лет назад при том что они его устранили но рекордсы есть и то есть это идея с синг-холлом это навсегда это такое огромное большое пятно на дом когда вот дом нормальный торгуется реально меньше рыночной цены сейчас и он стоит на рынке и и а уже они предлагают финансирование то есть они предлагаются на финансирование селера и цель не может пока продать этот дом никакими способами вот у меня часто спрашивали а когда вот 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 бы взять финансирование продавца вот он дом вот она финансирование продавца если он вам понравился этот дом пожалуйста обращайтесь я помогу вам его купить если у вас остались какие-то вопросы еще по этому видео или есть вопросы по недвижимости задавайте их в комментариях либо заходите вот сюда на мой сайт на консультацию риэлтора заполняйте форму и я вам отвечу и мы с вами разберемся что мы можем сделать вашем случае хотите узнать больше о недвижимости за рубежом подписывайтесь на мой канал на ю тубе и не забудьте поставить лайк под этим видео если оно было для вас полезным с вами была ваш риэлтор во флориде ирина пьянтонида большое спасибо что смотрите мой канал пока пока и и и Субтитры подогнал «Симон»